Значит, поехали. Процедура, значит, поговорим о правильной, поинженерной с точки зрения, сакрализации Крыма. Почему этот вопрос сейчас актуален? Потому что не так давно Путин выступил перед федеральным собранием. Народ, который пишет ему тексты, очень слабый народ, по свидетельности. В первую очередь, с интеллектуальной точки зрения. Назвать причиной сакрального статуса Крыма красунь, когда есть определенного рода текст, который описывает подключение Владимира в этой самой красуне, когда он его взял измором, перебил большую часть населения, потом приковал... князь, да, его? Не князем можно назвать, как раз? Да, приковал его вместе с супругой к столбу, и на их глазах изнасиловал их дочь. Это кого? А потом он убил, ну, вот этих властителей красунских. Это не лучший способ для социализации Крыма. Но, безусловно, в этом есть, конечно, свой плюс, потому что если какая-то несчастная красунь, где Владимир пробыл не так долго, носит для нас такой сакральный смысл, то что же тогда Киев? Да. Киев совсем сакральный город, и он должен быть русский. Если ты вспомнишь, как проходило крещение в Руси, то тоже вспоминается там мечом и огнем они... Да, да, да. Ну, тогда особый город Киев, конечно, да. Вот, тогда это означает. А ты же сурганский? Почему? Ну, его надо правильно сакранизовать. Почему это нужно сделать? Ну, в первую очередь, главная все-таки особенность Крыма, как он может развиваться, это как туристический центр. И надо понимать, что, сколько бы вы там ни говорили, он никогда не будет конкурентоспособен ни с Египтом, ни с Турцией. По той простой причине, что время Теплого моря там значительно меньше. Например, находящийся на 300-400 километров южнее, юг Черного моря, он же север Турции, не используется турками в качестве курорта. Они сами говорят о Черноморье, как море технического вспомогательного. В чем проблема-то в России? Мы его в Сочи сделали, курортом зимним. Ну, мы рассказываем, как... Почему Крым не сделать летним? Вот я и рассказываю, как его сделать правильно и по уму. Но мы должны понимать в этом смысле, что Крым никогда не будет местом дешевого пляжного отдыха. Перестанет вы. Привок на Украине же он был? Ну, был, но это же тоже было такое. Ну, во-первых, наши знаменитые... Это же, что такое Крым было? Тогда эти самые донбасские добыватели угля брали стакан водки и на Крым отдыхать. Я ничего такого не видел. Я был в Крыму и ничего такого не видел. Ну, это же Путин сказал. Ну, может быть, он это сказал. Значит, субтропиков там совсем немножко, по-большому, 50 километров возле Ялты, и все. Вот. Такова ситуация. Поэтому брать его как простой, тупой пляжный отдых, это нерационально. Поэтому ему нужно придумывать такую легенду, которая была привлекательна для всего мира и привлекательна, в первую очередь, для русских. Что это было место, которое обязательно надо посетить. Например, вот такое туристическое место, очень популярное среди значения части населения, называется Мека. Туда каждое большое количество туристов отправляется в хадж. Нет, ну это же религиозно все-таки. Да. Поэтому самый лучший способ сократить Крым, это при помощи его определенного, повышения его религиозного статуса. Правда, при этом, хочу я заметить, нам придется расстаться с монополией Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, на окормление всей русской паства, то есть русского мира. Вот. Второе, что у нас является нерешено, у нас нерешен проблем культурно-исторического статуса крымских татар. На сегодняшний день они выглядят и претендуют на то, что именно они являются истинными властителями крымского полуострова. А русские это понаехавшие. Поэтому этот статус крымских татар нужно всяческим образом опускать. Решать проблему крымских татар надо сильно и радикально, чтобы они здесь... А почему ты хочешь решать проблему одних за счет других? А почему нельзя и то, и другую стороне подпартить? Почему нельзя согласиться с тем, что и татары тоже имеют право... Да, татары, они и будут иметь право. У них могут быть национальные там какие-то места... Ну, где на сегодняшний день крымские татары это источник проукраинской позиции, второе это источник сепаратизма. И проблему их надо решать просто и радикально. То есть мы видим... А кто тебе сказал, что я бы насилием собираюсь? Радикально, но не насилием. Ух же насилием. Насилием решать было неудачно. Для них... Старик же удачно решил. Неудачно? Где же ты видишь, что он удачно решил? Не хватило времени видеть. Ну, это вопрос о том. Во-первых, это нехорошо убивать людей, по большому счету. Он же убивал, он просто переселил. Ну, там 50% умерло от голода. Потом. У нас же голода нет, у нас же импорт замещение. Сейчас у нас все строили. Ну, неважно, Вова. Это не о том же идет речь. Речь идет о другом. То есть речь идет как бы предложить такую инженерную технологию и превратить Крым... Во-первых, значит, вместо привлекательного отдыха, несмотря на то, что он будет всегда дороже, чем Турция и Египет. Второе. Надо решить его сакральный статус, по-настоящему, как сакральный, а не место, где Владимир на глазах семьи изнасиловал дочку. Если мы решим сакральный статус, тогда Москва здесь при чем будет? Перенесем Россию в Крым? Ну, вот одна из версий, да, что предлагается. И третье, это значит путем определенного рода манипуляции с историей Крымского полуострова превратить и лишить крымских татар на некую духовную историческую право монополии, на обладание островом. Значит, смотрите, что здесь предлагается. Первое. Надо... Делается это несколькими способами. Значит, первое. Надо сформировать некие культы вокруг определенного рода исторических вещей. В голове каждого такого из направлений, в том числе христианства, поставить, наверное, руководителя званием не ниже майора, а может полковника госбезопасности. Ну, в первую очередь идет речь о книжке Фоменко и Носовского «Христос родился в Крыму, а там уже умерла Богородица». Если это потребуется, если что действительно, князь Андрей, то есть легенду эту надо всячески поддерживать, что князь Андрей, это возвращение, высадился именно там, в Крыму. Это место надо... Апостолы. Апостолы, да. Апостолы Андрея выселился там, в Крыму. Это место надо обязательно культивировать. Поскольку существует... Фоменко Носовского, что там, где-то в пещерах родился Христос, то это место тоже надо поддерживать. Нужен специальный культ в форме секты. По всей видимости, потребуется вложить 1-2 миллиона долларов в обустройство этой самой пещеры на эти... Можно найти какие-нибудь сакральные вещи, типа чаши Грали. Так здесь мы, судя, прямое противоречие... С Русской Православной Церковью. Не с Русской Православной Церковью, а с Израилем? Да. А зачем? Конечно, ты придумаешь, конечно, понятно, что кому-то эти сказки кажутся интересными. Но вообще, так говоря, в Крыму есть достопримечательности, не нуждающиеся в таких обоснованиях. Это не важно. С точки зрения крестьянства... Ты пойми, что люди, если даже не будут верить в эти вещи, не на йоту. Они все равно пойдут и на эту самую пещеру посмотрят. На эту самую. Точно так же. Я могу сказать. Вот у тебя существует легенда в Успенском соборе, что там умерла Богородица. Успенский собор. Люди не будут верить им в это, но там... Они будут туда ходить, начнут случаться определенного рода чудеса. Они обязательно будут случаться. И потом уже через 100-200 лет это будет местом специального паломничества. Это вот такой туристический аттракцион. На самом деле, это место до сих пор считается святым. Остается. Но статус не такой. Статус надо повышать. Второе, значит, чтобы я дальше двигался. Обязательное воссоздание общины караимов. Полная реконструкция Ассофатовой долины. То есть караимы должны занять место, я о этом говорил уже много-много лет, одно из мест четвертой агромистической религии. Не как сейчас, не до иудаизма, такого древнего иудаизма, и каких-то сумасшедших тюрок, которые перешли в иудаизм. А занять. Вот это место должно, в нем бить кучу денег. Оно должно быть, все, что было разграблено в 90-е годы, Ассофатовой долиной, то есть караимское кладбище. Мы знаем по караимским легендам, что там происходит. Что все караимы должны быть похоронены там, где бы они ни были. Они должны быть там похоронены, потому что, когда будет страшный суд, они именно там останутся с праха. Именно в этом святом месте. На сегодняшний день евреи, то есть Израиль, придумал свою Ассофатовую долину, ну просто первое попавшееся место, и продает там места по 50 тысяч, по 100 тысяч за квадратный метр. Потому что считается, что на страшном суде там это произошло. Наш Крым в этом смысле, Ассофатовая долина в Крыму, она ничем не хуже. Это раз. Второе. Должна быть реконструирована полностью община крымчаков. Что случилось с крымчаками? Как вот произошло? Их сложнее, чем караимы сделать, потому что караимы, они рассеянны по всему миру, и в Израиле считают их евреями даже почему-то, и принимают их себе в Израиль. Вот их надо туда возвращать. Их не такая большая проблема. С крымчаками все хуже. Вот этот забавный конфликт истории, значит, получается. Забавный совершенно. Такой нет. Фокус истории. Что когда человек уходил в армию в 41-м году, с ним прощались. Ну потому что вероятность вернуться живых была очень сложная. Для крымчаков получилось все наоборот. Кто шел в армию, они именно получили шанс на жизнь. Потому что крымчаков, то есть это крымских татар, исповедующих в идаизм, во время оккупации истребили практически полностью. У них проблема была, что у них осталось не так много и женщин, тоже служивших в основном в армии. А больше осталось мужчин, потому что они прошли пять лет войны. Поэтому, если это получится, надо обязательно мотивировать и создавать уже на основании крымских татар общину крымчаков. То есть, чтобы часть татар пыталась перейти из ислама в такую форму иудаизма. Или основу создать. И опять здесь можно поставить к ним руководителя с высоким чином в госбезопасности. Тоже очень полезно было. Как вы возьмете эту проблему, какое к этому всему имеет отношение Россия в качестве русского человека? Это не русские? Это не русские. Если это не русские, то какого черта мы тогда будем в Крыму? Мы же сейчас Крым защищаем, потому что там русский мир. Значит, это имеет фрезу. А если там русского мира не будет, то что же мы там защищаем? Две эти самые штуки, как крымчаков, так и караимов, это атака в первую очередь. Ну, это, по меру, определенная культурная привлекательность Крыма, как такого сакрального места, с одной стороны. А с другой стороны, это атаки на монополию крымских татар на звание аборигенного населения Крыма. Потому что вот они будут аборигенным населением. А крымские татары своего статуса не лишатся. Это обязательно надо создавать. Крымские все равно там будут доминировать, как наиболее сильное, ну, в экономическом каком-то смысле. Но вот решать вот эту монополию их нужно обязательно. Тогда у тебя крымские татары превратятся тем, кому не являются предыдущим поколением завоевателей. И всего лишь. Это раз. Второе, что меня сейчас оплюют, вот если кто будет смотреть на экран, обязательно надо всеми силами стремиться к тому, чтобы еврейская община Крыма Крыма была восстановлена. Мы помним все эти страшные эти штуки, когда 15 тысяч евреев было в течение нескольких первых дней оккупации Ялты были уничтожены там и всякие еще немцы. Вот ее нужно восстанавливать обязательно. Под тем же самым причинам. Другое у меня более прохладное отношение это к возвращению армянской церкви в Крым. Здесь как-то надо быть очень сложно. Возможно, нужна отдельная какая-то компонент. То есть, с одной стороны, конечно, не хотелось бы натуральных армян видеть в Крыму почему-то. Почему-то не хотелось бы. Какова общая концепция? Вернуть всех тех, кто был до Затар? Нет. Каково можно? С другой стороны, армянские церкви, они являются действительно жемчужиной Крыма. И вот армянские вот эти... Ну, не знаю. Вполне возможно, что надо поработать, знаешь, на какой теме. Это действительно армянская церковь не с армянами как народом на сегодняшний день, а как с монофизитами. Может, просто вернут Крым в Украине? Нет. И успокоиться на этом? Эта ситуация, она не исключена. Вполне возможно, что британцы захотят арестовать яхту Абрамовича Эклипс. Это брать на Челси. Абрамовичу нужно будет попросить Владимира Владимировича Путина ключом от Крыма в зубах ползти, скажем, в американское посольство, или куда он там поползет на колене. Я думаю, и так опасно. И такие вот вещи. Это все... Таких вещей исключить нельзя. Но я рассказываю о технологии. Не этими сказочками про Карсунь пользоваться. А как надо быть? Это нужна большая, серьезная работа. Вы обратите внимание. Нам нужно резко поднять из Крыма его статус туристической привлекательности. И это не пляжным путем. Это вот такая высокодуховная область, связанная с поклонением места рождения Христа, высадки Андрея Первозванного, значит, смертью и успению Пресвятой Богородицы. Это два. И третье. Нам предстоит воскресить в различной форме четыре общины, живущих в Крыму. Это первое, это Караимы. Второе, это Крымчаки. Третье, это евреи местные. И четвертое, это монофизиты. Я уже повторяю еще раз. Скорее всего, нам надо поступить таким образом и эту историю сделать, что армяно-грегирианская церковь, она не является церквью армян, да? Она является монофизитом. То есть армяне это единственные, кто в монофизитской вере, из массовых народов, сохранили свою привлекательность. И воскрешать ее, как монофизитской. Но тут надо тоже опять отдавать себе учет. Специально дорабатывать культ, хотя армяне его очень благополучно сократили, в своем совершенстве даже его довели. Они до высокого уровня Краус довели его совершенство. Я просто не понимаю. Я понимаю, что если там будут пещеры рождения Христа и там пещера Успения Богородицы, как это может подтолкнуть туристический поток. А как подтолкнет туристический поток наличие вот этих четырех общин? Четырех общин, во-первых, он действительно подтолкнет. Это некое разнообразие. Ты посмотрел то, все, крымчаков. Потому что только посчитают Крым, они крымчаков не могут от крымских татар отличить. Это раз. Но главная ли функция, она состоит в ликвидации монополии крымских татар на статус аборигенного населения Крыма. Вот твоя главная функция. А, ну это совершенно практические функции, они совершенно не сакральные. Это не сакральные, это не сакральные. Это практически. Я рассказываю о некой инженерии, которая очень проста. Можно найти какие-нибудь вообще замечательные вещи. Вот, например, большое у него воодушевление вызывает гора сокола в Судаке. Она имеет практически правильную треугольную форму. Вот я думаю, если его положить и сами и очень хорошо поискать, то там можно найти пирамиду. Вот находят сейчас пирамиду, например, в Югославию. Это не очень большие деньги. Если задачу поставить БВП, то она не только пирамиду. Она настолько хороша, она настолько сама по себе, что искать на ее месте пирамиду, даже правильную треугольную форму. Потому что поискать пирамиду неправильно. Зачем ты как бы превращать Крым как бы идти по пути фальсификатов? То есть по тому пути, который уйдут многие. Надо идти по самому. По-моему, все, что Туги рассказывает, это Степа. Он как раз и хочет сказать, что давайте фальсифицируем ее историю, в нужном нам направлении. Нет, я просто хочу сказать, что никогда не бывает фальсифицированной истории. Это есть... Надо уметь продавать. Надо уметь продавать. Не бывает настоящих народов. Большинство народов искусственные. Нет, ну я говорю, что вот... Мне кажется, просто на самом деле Крым и вообще его достопримечательности недостаточно исследованы. Недостаточно. Да, и может быть, имеет больше смысл это вложиться денег и там изучить там вот эти... Ну, надо... Те же самые пещеры... Надо твердо понимать, что еще исследование от нового строительства чем не отличается. Мы все наблюдали эту ситуацию, Чифут-Кале, когда к Скорсоводке все рассказывают про то, что это был древний город. А рядом тут же за соседний идет строительство этого древнего города. Активно сидят местные украинские гастарбайтеры и этот древний город строят. Нет, просто на самом деле действительно есть же исторические какие-то данные там, да, там, которые связаны с другими родными местами. Обязательно. Обязательно. Годскую крепость в Демирджи надо восстановить. Надо. Безусловно. И пусть и годы там будут. Все эти вещи надо делать и не стесняться совершенно. что там какие-то жалкие развалины. Такую можно крепость построить. Нет, надо делать так. Так и на основе научных данных. Нет, вот я и говорю, что, как бы, если без стёба говорить, то на основе настоящих научных данных, которые действительно поражают, потому что там вот есть такая, допустим, версия, что в монастыре Инкерман, по-моему, Климент Римский, один из первых римских утрянов. Да, не Антоний, нет. А? Не Антоний. Нет, Климент Римский, по-моему, да. Вот он именно, считается, что именно он принёс христианство уже в виде какого-то учения и распространил его на территории Крыма. Ну, вот я какое-то такое исследование читал. Если я не путаю что-то там. Ну, и раз это есть, то можешь же вот на базе Инкермана настоять, создать какой-то... Понимаешь, надо не стесняться, чтобы различные различные версии истории, чтобы у тебя конкурировали. У тебя может быть запросто. Здесь пещер, где родился Христос, тут же, где высадился Андрей. Вот без пещер, где родился? Первозванный высиделся и принёс христианство. Рядом Инкермании, там, в 30 километрах, тут же христианство на Русь инструмент Римский принёс. И всё это, всё это может быть запросто. Потому что это выглядит в виде стёб. Чё, у нас мало майоров и подполковников госпезапасных никого назначения. Когда-то выглядел в виде стёба что-то с христианством. Да, через здесь, через здесь. Христос родился в этом самом современной Паристине. Да, это ещё 100-150 лет народ над этим потешался. Ну, а теперь вот идут, и у них там благодатный огонь случается иногда. Чудо-сошествия. И ничего. Ну, я как бы говорю, что у нас сейчас есть глубокое доверие научным исследованиям. Надо просто найти учёных, которые... Нет, были бы деньги, а учёных найдутся. Ещё раз говорю, нет, вот ещё раз говорю, я не хочу таких учёных, которые за деньги делают всё, что скажете. Платите, мы вам любую историю делаем. Не такая нужна история. Нужна, в конце концов, на Руси когда-нибудь будет нормальная история. Нет, ты пойми, простую вещь, что у тебя всегда существует большое количество исторических школ. Дело власти не фальсифицировать историю. Ты можешь дать денег той исторической школе, которая на следующий день тебе выгодна. И они будут заниматься делом любя. А садов, будет другая, и та историческая поднож пойдёт, а эта... Не пойдёт, ты просто финансирование обрежут. Ну, я понимаю. Вот я и хотел сказать поднож, в условном смысле. Это, оборновающие прихозят, отдадут Крым обратно, Путина даст Крым обратно Украине. И у них будет новая история. Это уже действительно стёк. Причём, Путин же не самоубийца, чтобы Крым обратно Украине отдавать. Куда он денет? Ну, ему надо... Во-первых, мы не знаем, на самом деле, судьбу этого Крыма в будущем. Возможно, как бы, в каком-то смысле, с точки зрения зарубежных, этих представлений, мы нарушили договоры, да, международные. Поэтому, возможно, нам придётся как бы всё это обратно, в обратную сторону. Потому что неизвестно, кто победит в итоге. Как это всё возвернётся. Поэтому, вкладывать сейчас деньги в устройство Крыма в каком-то смысле безумно. Не-не-не, обязательно на эти деньги вкладывать. Деньги вот так вот. И бизнес не хочет вкладывать. И сейчас посмотрите, что творится в Крыму. Вот, например, по поводу того же моста. Уже люди, никто не хочет вкладываться в этот мост. Потому что, ты вместо деньги вложишь... Игорь же говорит, что это деньги в людей, а государственные деньги. Мы понимаем, но ты вложишь государственные деньги, а в итоге всё отойдёт Украине. Ну, не страшно. Мост-то всё равно надо строить. Ну, я понимаю, что если Крым отойдёт Украине, тогда Россия кердек настанет. Тогда уже неважно. Я не хочу политическую тему. Кердек настанет или не кердек. Есть просто... Вы же про прагматизм говорите. С прагматической точки зрения он ещё не стал как бы в общемировом смысле нашей территории. Даже на карте гугла он до сих пор украинец. Наработать ему надо. Но вот они голландские высоты, Западный Берег, Киордан, Израиль спокойно прихватил и занимался до последнего времени его благоустройством. Надо не стесняться туда вкладываться. А когда-то Америка, США у Мексики оторвали такие куски огромные? Ну, я понимаю, что как бы сейчас начнём это... Это деньги... Вы поймите, деньги очень небольшие. Деньги по поводу возражения караимской общины очень небольшие. У этого государства, в котором мы живём, деньги ни на что не хватает. Нам надо поддержать рубль там... ни на что не хватает у него денег. Так что на Олимпиаду он тратит бесконечные иронные деньги. Как раз думает, что выразить деньги на то, что не нужно, у нас всегда есть. На мост этот, на проект этого моста тоже какие-то космические деньги. Да, космические. На мою деньги. Я думаю, что всё у нас... Пока у нас такая система... Но мостом надо обязательно строить. У нас постоянно будет постоянно одна и та же тема. Примечные оправданные вложения. А может быть, это сначала как бы добиться согласия мира со всеми окружающими соседями обо всём договориться, а уже потом куда-то что такое будет? Я вот только... Ну, честно говоря, совсем о прагматической стороне дело освоения Крыма я считаю, что бессмысленно, потому что ну, допустим, допустим, что вот все меры, которые предлагает Игорь, дадут положительный эффект. Допустим, что это уже все сделали. Но для того, чтобы туда был поток туристов, нужно, собственно говоря, создать инфраструктуру. Как эти туристы туда будут попадать в большом количестве? Самолетом? Самолетом. Но для того, чтобы туда летали самолеты, эта территория должна стать международно признанной как часть России. Нет, почему? Этого не произошло. Пока это не произошло, но произойдет. Вот, например, одно из таких фокусов, которое состоит, сделать то, что сделал Пакистан. Он Аджаму и Кашмир отобрал в Индии и перенес туда столицу, в Сломабар. Я давно говорил о той этой ситуации, что возможно, еще когда речь шла на Крыму, что возможно, лучшим местом для будущей столицы был бы не Владивосток, как говорят, не Новосибирск, не Красноярск, не Казань, точнее, под Казанью место. Не все эти места. А лучшим местом была бы Керчь, но там нет воды. Ну, в общем, я только к чему. Вот если Сломабар построили на жарный Кашмир, никто его на каньках не пишет, но тем не менее, это так. Ну, перенесут туда столицу России, и что? И там она останется навсегда. А Россия же начнет жить нормально. Ну, можно переместить, но это станет автоматически признанной и международной правой территории? Нет. Просто столица будет в таком убогом месте, куда самолетом нельзя будет летать. И все. Это замечательно. Мы всех политиков отправим сюда, и пусть они там будут. Пусть они там все. Почему ты ассалют, кто не будет летать? Все, ты надо летать. Сейчас будет это преспокойно, будет летать какая-то новая компания. Кто будет туда летать? Компания будет какая-то летать. Никто туда не будет летать. Будет. Сейчас летают. Ну, кто? Против них сразу санкции. Туда летают. Так вот она будет только туда и летать. Ну, вот и все. Да, вот именно. Так и что страшного-то? Ты знаешь, что кривчан, которые имеют паспорт российский, уже не пускают за рубеж. То есть, в Европу, допустим. То есть, ну, это все, как бы, понимаешь, мы, на самом деле, против всего мира слабы. Ну, как бы, в любом случае слабы. Потому что не на нашей стороне как бы международные... Ну, ребята, ну, что, Приднестровье сколько времени живет в таком статусе? Слушайте, ну, а зачем я понимаю, что... Ты пойми, в принципе, выжить можно, и Приднестровье благополучно выживает. Но выжить можно даже, знаешь, вот поселиться в лесу и грибочки, ягоды собирать. Но, вот эта форма именно выживания, а не бытования серьезного государства. Потому что на грибах и ягодах может жить Приднестровье, но не серьезная страна. Поэтому я вот просто не хотел вообще влезать в эти темы прагматически, а возвращаясь к сакральному смыслу. Собственно говоря, меня вот какая идея посетила. А зачем, собственно, придумывать какой-то вот эти мифы привлекательные для туристов, опираясь хоть в какой-то мере на реальную историю? А не надо этого делать? это тоже правильно. Это тоже правильно. История совершенно не нужна. Можно вообще с нуля написать какую-нибудь мифологию. Можно, можно. И я еще почему об этом вспомнил, что я как-то читал впечатление русского парня, который ездил там по бизнесу в Южную Корею, и в частности его повозили по туристским достопримечательностям. Он пишет следующее, что штука поразительная. Дело в том, что в Южной Корее нет исторических туристических достопримечательностей. Ну, то есть, их есть там внутри, которые более имеют какие-то исторические корни. А туристической индустрии надо как-то жить. Поэтому, что они там делают? Они находят какой-нибудь там в стороне от городов какую-нибудь гору, которая, в общем, выглядит довольно живописно. придумывают какую-нибудь романтическую легенду по поводу этой горы. О том, как один кто-то кого-то любил, потом убил, погиб во имя любви. Что-нибудь такую шнягу придумывают? Вообще, просто из башки. И вокруг этой горы, значит, строится городок с сувенирами и со всей прочей туристической ботвой. Все, этого достаточно на самом деле. Потому что туда привозят туристов топами, рассказывают вот эти легенды выдуманные просто пять лет назад, после чего они ходят покупают сувениры. Больше ничего не нужно. Место успения Пресвятой Богородицы с коммерческой точки зрения гораздо интереснее. Нет, ну, конечно, что это просто зашибись, но... Да, чем что-либо еще. Обязательно там в горах можно найти тролли, эльфов, блин, все что угодно. Найти поедине какое-то слово и найти. Вот, лучше эльфов. Я тебе серьезно говорю. Лучше эльфов найдем. Нормально. Вот. Гоблинов там уже есть. Гоблинов, да. Гоблинов есть. Один пока. Хотя бы даже исходя из следующего. Понимаешь, по поводу места рождения Христа и успения Богородицы есть конкуренция. Вот это очень интересно. А здесь ты безо всякой конкуренции. Нет. Там... Ты пойми, что даже... на основании даже простого скандала, даже простой скандал на основании конкуренции даст тебе в маркетинговом смысле гораздо больше эльфов. Давайте туда перенесем какого-то самого Ю Муромца, Алешу Поповича и этого самого. Перенесем обязательно. Да, так это все просто напрашивали собственно, называется. Не знаю, вот недавно создали культ Ферронии, как там? Муромской. Питерарь Ферронии Муромской. Да, но еще-то я не вижу, чтобы как бы это было как еще-то чем-то популярным местом поломоческом. По-моему, в нашей культурной среде... Мы как раз были в этом монастыре, где там стоит ракон с этих Петровым Муромцем. Не работают такие мумии. Не работают, по-моему. Как впечатления? Да ничего интересного там едут. Никто там особо не подрезнится перед ним. Да, Игорь, у нас почему-то такая культурная среда, что мы всегда хотим правды. То есть для нас вот такие выдуки ничего значения не имеют. Ну, почему? А чем тебе говорится? Именно поэтому Игорь рассказывает и так смеется над тем, что вот придумали какую-то от балды какую-то историю и все. Но на самом деле не получится. Нет, везде рассказывают. Например, одно и то же про девушку, прыгавшую в бар, рассказывают одну и ту же историю во всех местах. И на Крыму, и на Крыму. Ну, это какой-то там какой-то. Если по Симусу как кто-то специально вам взялся. Сколько экскурсовод в этом Судакеном объясняла по-моему там на двух языках. Один из которых тюркский. Слово сторожевая башня очень сходно с озвучением девичьей башни на другом языке. Там же обитаемых. Вот такого. Не помню что из них было что и как она называлась. Но одну и ту же историю. Потому что фантазия-то бедная про эту девушку прыгнувшую с башни куда-то вниз. Ее рассказывают на Кавказе. Ее рассказывают в Крыму. Ее рассказывают в Карпатах. Ее везде рассказывают с маленькими национальными особенностями. На Кавказе на северном. Поскольку у них город стоят редко. У них экскурсоводы мало между собой связаны. Поэтому у них у каждой горит такая своя история. Нет. Вот таких беспроводочных сюжетов их не так много. Это один из них такой убийственный. Еще можно историю про Золушку. Что вот здесь была девушка которая потом охмулила какого-то принца и вот ее ввозь набилась Поехали в Германию. Если вы подрогайте этот камешек у вас через другое время тоже вполне себе нарисуется. Вот это можно сейчас народ разбежит. Поговорим о Ферронии Муровске у меня есть еще сказать. Это же как бы наша российская Ромео и Джулетта. Нет, но там тут же так же есть какой-то там князь, да, который к этой девушке как-то там посватывался. Нет, нет, нет. Там смысл совсем другой, к сожалению. Никуда он к ней не посватывался. Историю ты знаешь хорошо? Я знаю ее хорошо. Это удивительная история. Давайте заканчивайте. Ну чего, что-нибудь еще скажете? Нет, но я, если честно, как бы я против фальсификации. Или в любом смысле. Горячую я что, фальсифицирую? А вы как бы, я понимаю, что вы просто хотите, вашу историю хочется дополнить. Ну а что, Караимы были, крымчаки были, евреи были. Я же, Игорь, не против, чтобы исторически точно их в этой общине восстановить и как-то реконструировать. Я не против. Но я против, чтобы что-то выдумывать. было Андрея Первозванный. Ну да, и Цепение Богородицы и Рождение Костая было именно так. Да, да. Я и говорил, что все было. У нас есть специально для этого случая особо обычный математик, который тебе закажет, что это было именно так. Ну я понимаю, да. А Фоменко и Носовскому поставить две иконы. Фоменко и Носовскому. Ну это когда-нибудь, это будет обязательно. Как вот в Аханске установили памятник, с какой-то станет Февронии и Петру и Февронии Муровской. И потом выяснилось, что это не Петра и Февронии были, а Фоменко и Носовскому. Они уже в те времена подслетали, все это было. Я по-другому, это уже гомосятина какая-то. Этого нельзя допустить. Нет, ну потом, в будущем это будет нормально. В будущем это будет нормально. Ну так далеко загадывать, вы что, это непрактично вообще. Ну так как Чукча, да, приезжает из Москвы, говорит, о, блин. Да, мы-то тут дураки были, думали, что Кармас и Феда Хильдов с муж и жена. А это оказался один и тот же человек, да? или разных человек. Кармас Феда Хильдов Феда Хильдов